Я Шухалина Виктория Валерьевна, являюсь сиротой. Я замужем, у меня двое детей малолетних. Муж на заводе работает, я сижу в декрете, в декретном отпуске с ребенком. У мужа 15 тысяч рублей доход, я на ребенка 7 тысяч получаю, за старшего 10 тысяч. Жили мы сначала не здесь, я снимала комнату, ну лет 7 где-то мы, наверное, в комнате прожили. Я стояла на очереди, да, где-то около 10 лет, вот, и, ну, конечно, хотелось бы побыстрее, потому что все-таки дети и в комнате жить, вот. И через знакомую, она мне посоветовала мужа своего прокурора, она говорит, вот он может помочь, вот, чтобы побыстрее у тебя, ну, как бы очередь продвинулась, вот. Ну, мы с ним созвонились, он сказал, да, я вот могу помочь. Как именно он будет помогать, он не говорил. Он просто сказал, что вот с Минстроем у него хорошие отношения, потому что в Минстрое он проводит проверки, вот. На многое закрывает глаза, поэтому, как бы, ему Минстрой помогает. А конкретно вот, что он куда будет ходить, что-то подавать или какие-то действия, он конкретно не говорил. Ну, просто, что вот он поможет, что у него есть такая возможность продвинуть меня по очереди. Я говорю, ну, хорошо. Он говорит, я помогу, но как бы ты хотела, деньгами или квартирой? Я говорю, ну, лучше бы, конечно, деньгами, потому что он говорит, ну, помогу, но возьму за это 10% от суммы. Я говорю, ну, тогда лучше деньгами, ну, потому что мне чем оплатить по факту тогда, когда уже будет? Он сказал, хорошо. Ну, потом, это был ноябрь с того года, потом он год не объявлялся. Я пошла в Минстрой, в июне месяце ввели сертификаты на приобретение жилья, по сертификату давали миллион двести. Я пошла в Минстрой, писала заявление, соглашение, что я согласна на эти сертификаты, мировые соглашения. Вот. Потом, ну, естественно, ездила за ним, получила сертификат. По получению сертификата он мне позвонил. Ты, говорит, сертификат получила? Я говорю, ну, да, получила. Я знаю. Ну, договоренности, ну, типа того наши, ну, соблюдать ты будешь? Ну, я, конечно, была в шоке. Я говорю, какие договоренности? Ты же, ну, я говорю, ну, ты что-то делал? Год не звонил, не писал, ну, как бы никаких ни новостей, ничего. Ну, а о чем, говорит, я тебе буду писать? Ну, что, я вот туда-то сходил, сюда-то сходил. Я говорю, да, надо было как-то себя, ну, как-то объявиться. Вот. Ну, в общем, я договоренности сделал. Вот. Теперь, ну, то, что ты должна мне. Я говорю, ну, там 120 тысяч, получается, он. Он говорит, да. Ну, я говорю, ну, у меня нет таких денег. Ну, я, говорит, понимаю, семья у тебя небогатая. Я, типа, подожду. Я говорю, ну, ты мне докажи. Теперь я говорю, ну, так просто, я говорю, 120 тысяч на дороге не валяются, так просто я же их нет. Докажи. Ну, как я тебе докажу? Вот бумажка у меня есть. Бумажку какую-то мне показал. Ну, там ничего не понятно. Там была общая картина, что, ну, якобы, запрос мой был, как обстоит дела в Минстрое по поводу выдачи квартир. Ну, это была бумажка от января. Он, ну, в общем, доказать он мне никак не смог. На что я ему сказала, ну, платить я тебе тогда не буду. Он говорит, не будешь? Я говорю, нет. Ну, тогда я буду подавать иск, отзывать у тебя, иск-жалобу, говорит, буду подавать, отзывать у тебя этот сертификат. Ну, конечно, я испугалась. Я столько лет ждала, потом сама все сделала, и теперь у меня будут этот иск отзывать. Я ему перезвонила, говорю, так и так. Я говорю, ну, ты никакие иски не подавай. Давай, говорю, если ты действительно что-то сделал, ну, я не отказываюсь платить, да, там, это. Вот. Ну, вот я ему 10 тысяч перевела на карту. Ну, этим не обошлось. Он потом начал названивать. Потом, когда уже все вот это как бы закрутилось, начала мне писать его жена, Лида. Вот. Ну, конечно, нехорошие слова. На что я ей ничего не отвечала. Ну, а что я отвечу? Вот. Потом она мою страничку, ну, как, на мой профиль написала, что якобы она, что муж ее помог мне квартиру получить по договору, а я ему не заплатила за это. Разослала всем моим друзьям в одноклассниках. Фактически она подтвердила, что он за деньги, ну, как бы предоставил жилье, помог получить жилье, квартиру. Но по факту-то он же ничем не помог. Во-первых, я получила не квартиру, а сертификат. И денежного договора у нас с ним не было. Мы приобрели жилье за 2 миллиона 400 тысяч. Миллион 200 вот покрылась сертификатом с министерства. И миллион 200 вот я взяла в ипотеку. Поэтому у нас получается ипотека, двое маленьких детей. Муж работает на заводе с зарплатой в 15 тысяч. И, ну, с детскими. За одного вот я 7 получаю, за второго 10. Ну, это плюс, что мы все оплачиваем. Ну, это, конечно, финансово трудновато. Вот. То, что муж работает за 15 тысяч, ему приходится после работы еще колымить до ночи, чтобы как-то прожить. Вот. Плюс еще ремонт. Много чего нужно сделать. Деньги, ну, получается, струйматериалы, они не дешевые. И приходится вот, ну, куда деваться этой жизнью. Поэтому дети болеют часто тоже. Лекарства сейчас тоже недешевые. На лекарства много ходят. Плюс ребенок ходит в подготовительный класс. Там тоже деньги. Сейчас за все деньги, поэтому... И в такой ситуации человек еще и, получается, вымогает еще сменять деньги. За то, чего он не делал. Он сказал, что все решается по телефонному звонку. Ну, что он... Я вот позвонил тому-то, позвонил тому-то. Ну, конкретно кому? Ну, до получения этой жилплощади мы жили на Брянской, на 16-м квартале. Там комната. Ну, там общежитие на 6 комнат. Вот в одной комнате мы жили. Снимали ее. Вот. У знакомой. Ну, это общий туалет, общий душ, общая кухня. То есть, маленькая комната. Ну, вот сколько? 20 квадратов. Вот она. На 20 квадратах вот мы жили. Я написала заявление в следственный комитет. Вот. После этого начались прессинги со стороны его сожительницы, Лиды. Вот она начала мне писать нехорошие слова, потом угрозы. Что, теперь дело буду иметь с ней. Вот. Ну, на что я ничего не отвечала. Ну, я испугалась, конечно. У меня маленькие дети. Конечно, мне страшно. И морально. И как бы все-таки даже тот факт, что он прокурор. Поэтому, может быть, у него знакомые. Ну, по-любому какие-то знакомые. Мало ли какие действия со стороны знакомых. Поэтому, конечно, страшно. Надо себя защитить со всех сторон. Здесь я прожила вот 7 лет на 4 этаже. Вот в этом общежитии. Уже вот полуразваленное. Вот. И возвращаться сюда как-то неохота уже. Поэтому мне страшно. Мало ли, что у меня опять отберут. Придется вернуться сюда. Если так, может быть, вот в общежитии, где вы жили. Да, вот в каких условиях мы жили. Все вон текет. Все рушится. Вот дверь. Вот здесь мы жили. Ну, сейчас там, правда, новые хозяева уже. Это дверь в общий коридор, да? Пятая комната была наша. Познакомила знакомая. Вот. Она сказала, что он прокурор. Иванцов Владислав. Вот. Ну, вот от нее я его узнала. У меня одна надежда. Наследственный комитет и средства массовой информации. Я надеюсь, что мне помогут. Продолжение следует.